Любовь до гроба. В Запорожской области мужчина в качестве доказательства своих чувств бросил в машину своей бывшей жены гранату. Чем это обернулось, расскажет Сергей Бордёжа. Женщина, у которой двое детей, уже третий сутки в реанимации. У Светланы посечена почти вся нижняя часть тела. Медики изъяли множество осколков гранаты РГД-5. Видимые осколки удалили, которые в мышечном массиве, их никто ж не удаляет никогда. Потому что они маленькие, это же не большие осколки. Они маленькие, это надо было разрезать все ноги. Трагедия произошла в селе Семёновка под Мелитополем. Пострадавший утверждает, к её машине подошёл бывший муж, в который раз пытался выяснить отношения. Потом неожиданно бросил в салон гранату. Я сама не ожидала. Подошёл, сказал, что люблю и буду любить, и бросил в окно гранату. Граната взорвалась под сиденьем, машина загорелась. Мужчина скрылся на такси, рассказали соседи. Они же первыми пришли на помощь пострадавшей. Она говорит, я через окно вылезла, я вообще не знаю. Наверное, после взрыва, потому что уже вся была в крови. Нападавший тоже житель Семёновки. Задолго до инцидента люди видели, как он не раз появлялся с оружием. Две гранаты у него было. Он приходил в 4 часа утра вниз к людям и показывал две гранаты. Жаловаться на 46-летнего односельчанина люди не раз ходили и в сельсовет, и в полицию. Ну, приезжала милиция. Ну, тут поездили. Ну, они его не задержали. Просила помощи полицию и пострадавшая бывший муж давно ей угрожал. Были попытки с ножом. Ну, говорили, вызывала 102, говорили, что явных следов нет никаких. Это смешно всё. В общем, пока не убьют никаких действий. Я так понимаю. Где подозреваемый достал гранаты, почему не отреагировали на жалобы селян и не изъяли боеприпасы, мы попытались выяснить в местном райотделе полиции. Ответы на все эти вопросы получаем после того, как будет завершено досудовое расследование. Сейчас подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности. Телеканал Интер. Запорожская область.